В нижнем городе трудовой доблести Тагиле, около 6 часов вечера и 9 этажки на Ермака 20, приключилось весьма самоотверженное нарушение ПДД, в котором покалечились два человека и помялись два болида, хотя теоретически могло было быть хуже. Декорация такая, на дворе 6 час вечера, светло. По улице Ермака, от Красноармейской на северо-восток в сторону реки Тагил, катился темно-синий старенький Мерседес Е240, 1998 года выпуска, пилотируемый 31-летний, как показал алкотектор, трезвой дамой. В это время из двора 9-этажки на Ермака 20, читая с прилегающей территории, со второстепенки на главную, выезжал бежевый болид Kia Rio, 2019 года выпуска, за рулем которого сидел 42-летний пилот и с ним в салоне женщина. По правилам 2D, то есть правилам перемещения по плоскости, киявод Кэша должен был пропустить всех едущих по Ермака. Но он не пропустил Мерс, выехал на Ермака перед его носом, и их несанкционированное рандеву попало в кадр первого встречного регистратора. Старый Мерин атаковал киянку в левый водительский бок, закрутил и выплюнул на газон, выламывая ей колеса бордюром. Сам Мерседес при резком торможении океа Рео проехал с разбитой мордой несколько метров, и получилось прям как в мире животных. Мерин замер перед зеброй. Водитель автомашины Kia, мужчина с 50-го года рождения, выезжая с прилегающей территории, не предоставив преимущества, допустил столкновение со следующей, по главной дороге улицы Ермака, водителем автомашины Мерседес, женщина 91-го года рождения. В результате столкновения два человека, это водитель автомашины Kia, пассажир автомашины Kia, женщина, получили травму различной степени тяжести. На данный момент ему оказывается медицинская помощь. На месте происшествия произведен осмотр места, осмотр транспортных средств, освидетельствование водителей, водителя Мерседеса, водитель Мерседес, женщина трезва. Водитель Kia доставлен в медицинскую организацию, впоследствии будут взяты результаты анализа крови крови. Оба человека из разбитой киянки, и пилот, и пассажирка на скорых отъехали во вторую тагильскую больницу. Вина Kia вода очевидна, но, как уже отмечалось в начале репортажа, его нарушение оказалось самоотверженным. Вряд ли он сделал это намеренно, выехал под Мерина. Просто, видимо, не заметил надвигающуюся слева опасность. Но посмотрите по картинке с регистратора, что могло бы случиться, если бы киянка не попала под Мерина. По зебре шли три пацана школьного возраста. Перед зеброй стоял синий болид. А трезвая дама на Мерседесе по ярмака неслась так, что возникал вопрос, а она перед зеброй вообще намеревалась среднюю педальку-то поддавливать. Судя по скорости, она бы затормозить не успела. И если бы не нарушившая ПДД Киа, то Мерин уработался бы в кормушку стоячего болида и выдавил бы его на зебру с людьми. Вы скажете, что пацаны уже успели уйти с линии огня на тротуар? Кто знает. Бывали в наших широтах такие автобильярды, что шары после удара кием летели не прямо, а вбок, на тротуар, ровно на пешеходов. Да, пацаны успели перейти дорогу, но глубоко теоретически им вдогоночку вполне могло прилететь. Но не в этот раз. И сказано, все это было вовсе не для того, чтобы оправдать пилота Киарио, который безусловно нарушил, и за это два человека заплатили своим здоровьем. Сказано, это было для того, чтобы констатировать великую истину. На все воля Бога. В этот раз нарушение ПДД, возможно, стало меньшим из зол. Но будет ли так всегда? Вообще не факт. Хотелось бы обратиться к водителям, напомнить о соблюдении скоростного режима, напомнить о том, что выезжая с прилегающей территории, необходимо убедиться в безопасности, предоставить преимущество всем транспортным средствам, имеющим преимущество в движении. Ну и при передвижении в обязательном порядке использовать ремни безопасности, а при перевозке детей детские удерживающие устройства. Продолжение следует...